иллюзия счастья значит если бы вы не знали что счастье возможно переживали бы вы в его отсутствие но вам долго и мучительно рассказывали что счастье есть значит это я ко всем ответственно обращаюсь у вас в голове у каждого живет иррациональная мысль про существование счастья значит там будда был который сказал все страдания бедность болезни смерть с тех пор ничего не изменилось я ответственно заявляю бедность болезни и смерть ждут нас ну вот да значит соответственно мы с вами находимся в конструкции при которой мы имея объективные данные это уже противоречие все проходили уже здесь что жизнь это страдание вашего вас в особенности то что наше страдание ближе всего к нашему телу так сказать это рубашка ждете счастье кто здоров знать что все плохо и полная катастрофа все но правда в будущем вы будете болеть вот все отказывать вам будут изменять обманывать предавать вы будете разоряться выше вы будете затеивать все будет к это потом вы будете надеяться шоу это вам даст счастье вы то придете вам к фигу ну да вы можете иметь мечту и получите кто-то мечтал машину кто квартиру что сейчас вот приходите домой в квартиру открываете счастье квартиры есть да или там купил машину все и приходит это как с детьми на это с игрушкой пока они не отдали не купили она была обладает невероятной притягательностью как только раз гештальта закрылся напряжение ушло все чем вы будете в восторге нету да но у нас есть иллюзия счастья нам рассказывали с вами сказки значит про вот эту большую любовь которая значит до гроба почему-то все умирают на одной подушке я все время волнуюсь кто их отравил это только единственный шанс мне кажется умереть на одной подушке или долго ждать пока тоже как они это делали я просто не понимаю но и причем это возводится в универсальные правила по-другому в общем счастливые люди умирать и не должны только одновременно или как вот значит короче говоря у нас такая иллюзия точно мы скажете люди про успех да вам в какую расскажу что вы добьетесь прекрасного замечательного невозможного там и так далее и будет вам счастье не уточняют в чем она будет заключаться ну просто считается что но достижение успеха приносит части значит вот что он может принести вот условный успех например известность но так или какая-то сумма денег или что там еще известность деньги панды и бабки у нас значит вот успех да и что вот вы имеете панты и вы имеете бабки успех в чем у них проблем появляется еще больше потому что с этим всем хозяйством что-то делать этому соответствует и так далее и общем это одна сплошная не вортизация потом точно вас обгонят просто все же думают про то как они станут суперзвездами до 53 процента американских подростков хотят стать суперзвездами и остальные 47 видимо будут как бы сказать составлять их таргет группу вот да значит и вы становитесь и после этого вас побеждают понимаете может возникнуть мой может быть но бабушка мадонна держится долго но она уже сама по себе произведение искусства ну как как бы да а все остальные была гага была бритни спирс была там кто эти какие-то были парни гитаре очень все битлз были они говорили что они популярнее бога это вы давно слушали последний раз обочились отчасти когда слушали там расскажу что было такое но теперь кто-то другой все время да и у нас есть иллюзия счастья да вот у меня есть книжка про и убить иллюзии значит здесь есть правило на 4 базовые иллюзии значит что первое правило которые вы должны по поводу счастья знать значит вот до тех пор пока вы думаете что у вас есть счастье которого у вас нету ну то есть что вы можете его достичь если мы знаем что его нету то что вы делаете вы теряете то что вы могли бы вообще в принципе иметь да потому что вы идете туда не знаю куда у нас с вами есть упражнение про идеального партнера значит вот у вас есть завелся какая-нибудь вторая половина развелась вот и ну вам может поначалу ничего там пошло все какая-то нарисовалась эта подушка все они какие вот потом же половина начинает то не то это не так и дальше есть какая-то другая же половина до какая-то который все будет так это будет и это и так далее будет ровно на период года это если повезет месяц так сказать недовый месяц же вы думаете зря назвали на не зря дальше соответственно у вас возникает как первое что вы должны понять что когда вы мечтаете о своем счастье вы не живете жизнью счастье обесценивает то что у вас есть всякая мысль о том что у вас может быть счастье делает то что вы имеете плохим недостаточным валюте поэтому второе что вы должны сделать это называется 10 инвентаризации жизни вы должны посмотреть что в ней есть не то чего вам где-то мерещится потому что вам рассказали про это там где-то а что в ней реально есть вспоминаем нашего раз прекрасного розельта до делать что можешь с тем что имеешь там где то есть что у вас так у для многих вопрос не менторы жаловались в письмах что не помню или говорят а вот как они не понимают что у них есть вы не понимаете что у вас есть вы можете себе представить вы собрались строить что-то жили свою там какую-то активность свою производить успех вам там грезится счастье а при инвентаризации того что у вас есть возникают вопросы как будто бы нет ничего и это то что нужно идентифицировать у себя с чем вы обладаете вы почувствуете дефицит дорогие друзья потому что вот для информационной псевдодебильности все наши потребности удовлетворены для фактического счастья у вас нету реальной безопасности до тех пор пока у вас нету функции профессии или какого-то навыка который безусловно нужен другим людям у вас нету никакой реальной социальной активности вы сейчас почувствовали что к его пришли начали общаться с живыми людьми для многих было внезапным откровением что оказывается тут этот эти 6 странных людей вы же на первом занятии берете друг другу что там все вам понравились и то что касается сексуальной потребности на самом деле потребность восхищение это не просто чтобы быть сексуально привлекательным конечно сначала хочется быть сексуально привлекательным потом ты становишься сексуально привлекательным и ты думаешь может уже хватит хочется восхищать так сказать чтобы это было по-настоящему а не то что те схватили за одно место или за два да где нету этого ничего и вот к вы начинаете инвентаризировать жизнь да вы там где вы и что вы имеете из чем что вы есть вы обнаружите дефицит потому что для того чтобы у вас были деньги вы зачем-то нужны другим людям для того чтобы у вас была нормальная стая у вас должно быть общая цель потому что люди взбиваются в стае не потому что у них как бы они же цель преследует то что они поодиночке выжить не могут животные а мы с вами зачем встаю взбиваемся потусовать ну так себе явно сказать мероприятие значит и здесь я вам говорю то что нужно другим людям и более там то что будет вызывать восхищение у других людей потому что вы что-то делаете так что вы же хотите чтобы так а что а с кем я так и дефицит вам подчеркиваю который у вас есть ощущение что его нету но как-то вы начинаете честно задавать себе вопросы то вы обнаруживаете что у вас один сплошной дефицит общаться с нами не интересно делать с нами дата никому не надо никакими особенными комитетами чтобы все это бегали мы не обладаем и чего он как бы себя чувствовать этот мышь будет грустить страшно значит дальше после того как вы инвентаризировали и дальше здесь есть у вас выход как называется депрессия я сегодня что такое депрессия депрессия есть три рода вниз первое все плохо все почему я ничтожество это второй вид депрессивных мыслей по арону бэку арон бэк а здесь если все плохо если я ничтожество будущее какое не вот нет и ваш суицид вот это вот про она значит действительно если вы отсюда выходите вот это все инвентаризируете и дальше выходите в конструкцию то вы депрессуете что вы делаете когда вы депрессуете что жили им себя нет когда депрессуете вы занимаетесь цифровым потреблением до до калорий но а реально ваше присутствие бесконечные в информационном поле обусловлено тем что если вы это поле от себя отодвигаете вам становится тревожно беспокойно тоскливо давайте этот возьмем и не будем смотреть ничего в телефоне на кнопочный перейдем и этот еще компьютер тоже надо почистить лишние я все переживаю что они все становится мощнее компьютеры а я пользуюсь только вордом думаю что и он еще тормозит солнце что-то другое видимо грузится не ожидаешь я как-то сильнее буду участвовать в процессе вот значит соответственно что да значит вы переживаете депрессе впадая в цифровую зависимость цифровая зависимость говорит вам опять что все успокойтесь вы прекрасны тут лайк вам поставили тут еще что получилось написали друзья тут значит еще что-то все жизнь наладилась и вы опять прячетесь от собственного дефицита до тех пор пока вы прячетесь от реального дефицита который реально у вас есть вы никогда из этого круга не выскочите пока вы не признаете наличие того что нужно ну что все здесь и пока не алю все остальное будет самоуспокоение значит ну а если вы инвентаризируете видите что хреново значит какая правильная стратегия действий значит правильная стратегия действий как пишется в книжке называется блаженное слово довольно значит смотрите в чем дело как мы боремся с рациональными депрессивными мыслями вот приходит ко мне раньше такое было пациент и говорит мне все плохо вы тоже так говорить я говорю я сейчас открою окна год холодно же я говорю да а я открою я бы и сейчас еще 100 и будем проводить это психотерапевтический сеанс ну что было плохо все значит первое это то что мы должны понять что то что мы имеем уже является фундаментом да вам не нравится вам хочется больше но у вас уже что то есть убрать все убрать вот это ощущение того что вот все по сейчас я пойду страдать заломаю руки все плохо не все плохо что то есть это то что вы имеете да и это настоящее а не какая-то фантазия которую вы собрались где-то поймать я ничтожество формулировка чистое вранье все считают себя пупами земли доказано в научном эксперименте все считают что если они просто прикоснулись к чашке она в два раза дороже становится понимаете и вот эта конструкция при которой мы начинаем изображать все роль жертвы зачем спаситель детский сад детский сад я уничтоженство и сейчас кто-то придет и будет мной заниматься кто-то будет выше больны занимаются только в том случае если вас все хорошо если у вас все хорошо вами все готовы заниматься вот поверьте и чем у вас лучше тем все хотят активнее вами заниматься просто готовы и безознучно заниматься вами как только у вас становится все плохо желающих вами заниматься как вдруг они так тук 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 подайтесь милостыню ей она тогда на сцене пела Париж в восторге была от ней она что-то не имела подайтесь милостыню ей вранье до тех пор пока мы сами себя обманываем, мы считаем себя дико крутыми да, пока не очень подтверждается но если мы считаем себя дико крутыми ну так может быть мы этим займемся и вот главное к чему мы пришли здесь это будущего нет нет будущего я вам должен сказать, что это реально фундаментальная проблема нашей с вами психической деятельности почему? потому что мы находимся в постоянном потреблении информации мы не думаем будущее рождается вот здесь что я буду делать? из-за того, что вы не думаете или думаете это вот вообще индикатор как только вы начинаете думать у вас же строится карта реальности и на картах реальности возникает маршрут вы сразу хотите что-то делать мышление естественным образом порождает ощущение будущего информационное потребление закрывает будущее прячет время украдение времени да, значит, соответственно вот это самая существенная штука значит, что мы с вами должны увидеть будущее не нарисовать себе фантазию, иллюзию счастья а мы должны в своем мышлении создать будущее с какой целью? с целью удовлетворения дефицита если мы его в себе ощущаем а ощущаем мы его в себе только в том случае если мы принимаем все это хозяйство смотрим, есть ли у нас действительно то, что мы ищем наши фактические ресурсы профессиональные что делает нас ценными для других людей что позволяет нам работать в командах чтобы у нас были совместные цели и задачи это вот в командах и что будет вызывать восхищение и вот если мы вот это все сочетаем правду о том, что мы крутые понимая, в использовании мы шли о непотреблении информации за счет чего у нас формируется будущее и дальше мы ощущаем дефицит понимаем, что нам действительно нужно и обладать этими навыками и работать в социальной общности и вызывать восхищение у других людей будущее возникает автоматически реальное, не гипотетическое не какой-то успех, который есть достижение просто формальных установленных целей что вы достигнете формально установленных целей и это сделает вас счастливыми где логика? нет только реальное будущее так что будущее спасибо 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 спасибо